Когда мы говорим о кризисе в любом его применении, мы не должны забывать о том, что кризис – это и какая-то трудность, какой-то цунами, если хотите. Но, с другой стороны, это и второе значение этого слова – это очищение, это движение вперед. Поэтому журналистика обязана находиться в кризисе постоянно, она должна постоянно находиться в поиске, она ни в какой момент времени не может успокоиться. Ведь на самом деле бизнес не может остановиться, он либо движется, либо – это эскалатор – он либо поднимается вверх, либо катится назад, он стоять на месте не может. То же самое и журналистика. То, что журналистика сегодня принимает другие формы – согласен. То, что сегодня для расследовательской журналистики, с одной стороны, условия далеко не самые благоприятные, а когда они были благоприятными. Я человек как бы в возрасте, и я помню, что в советские времена журналистов точно так же убивали, точно так же калечили, как и сегодня. Это журналистика, это такая профессия. Поэтому я не боюсь кризиса журналистики, я боюсь административных мер, я боюсь запретов, я боюсь вот того, что вот на самом деле опыт Северной Кореи, опыт Ирака, опыт Ирана, опыт, я не знаю, Заира, Центрально-Африканской Республики, он очень заразителен, там очень спокойно. Другое дело, что потом руководители страны там разрывают на части, ну, как в Ливии. Ну, наверное, вот есть иллюзия, что у нас общество более цивилизованное. Но я еще раз повторяю, что я не боюсь кризиса журналистики, я боюсь коррумпированности журналистики, потому что коррупция это такое болото, это как раз отсутствие кризиса. Вот когда вся журналистика коррумпирована, когда вся журналистика болото, вот это проблема.